А позже в пятницу листопада гандлёвый центр Сокрета объявил в Чорной. Это спроба ухранить в белорусских реалиях традиции, что годовых заходных распродаж. В Европе и США в Чорную пятницу скидки вагаются от 30 до 90%. Гомельским продавцам до такой щедрости покуль далёка. В Сокрете по наших назираниях реальный помер скидки на оденье в Чорную пятницу 15%. Некоторые продавцы пропоновали 30, а лезумовыми, на приклад, коли робишь две покупки. Таким чином нас подштриховывают, набываясь больше. В праздник алькидён мы знову Сокрете. Уражения неоднозначные. На часы гандлёвых кропок ценники со скидками застались на мессы. Зняли и только плакаты «Чорная пятница». Мессами скидки стали навод больше. Правда, и цены на некоторые товары подросли. Вось ценник куртки от 79 рублей. Скидка 50%. Тые ж куртки мы башили в Чорную пятницу. Ценник тут стоял 69. Скидка была 30%. Но нельзя не сказать, что были у Сокрете и те продавцы, які ніяких подозрений у нас не выкликали. Тем часом гомельские корыстальники интернета заподозрили у подмани покупников буйный будовничий гипермаркет. По ценникам со словом «акция» знайшли злышайный с такой же ценой. Ситуация выкликала буру обурения. У гандлёвым объекте я ее прокомментировали наступным чином. Был проведен небольшой ребрендинг. У нас раньше акционная цена была желтая, а обычный ценник был оранжевый. У людей была большая путаница понимания того, что сейчас на акции. Люди воспринимали оранжевый неправильный. В большинстве ситуаций все равно красная цена вызывает у людей большее какое-то внимание. Мы решили перейти на другой цвет ценников, дабы было четкое понимание того, что этот товар сейчас находится именно на акции. Ситуация возникла только из-за того, что очень большое количество ценников было поменено. Большая была проведена работа и остался какой-то маленький человеческий фактор. В этой фотографии нет ничего криминального. Цена как была, так и осталась. Это сразу был акционный товар. Колер ценника, помер скидок и колькость акций у нашей краины продавцы вызначают самостоятельно. При этом некоторые, саправды, хитруют. Например, робят максимальную накрутку на товар, а после некольки снижают цену, объявивши черговую акцию. Таким чином, под видом скидки, мы часто набываем товар по его реальным коште. При этом все в рамках законодательства. Просто маркетинг. Если будут конкретные нарушения законодательства о ценообразовании, то можно наказывать. Но, к сожалению, если это идет именно обман, который связан с тем, что именно сформирована цена, то есть регулируется именно торговой надбавкой, и продавец ее сначала увеличил, он имеет на это право, а потом он ее снизил, то здесь, конечно, сложно говорить о том, что это идет именно обман. То есть это репутация всего лишь продавца и право покупателя не приобретать этот товар. К сожалению, наши не учитывают, что можно продать большее количество товаров со скидкой и получить за счет объема тот же доход, в отличие от реализации небольшого количества товаров с значительной торговой надбавкой. В том же управлении гандлю отзначаюсь, товар по саправдой сниженным ценам у Гомель снасти можно. У первую чергу – в буйных гипермаркетах и фирмовых крамах, незалежно от формы властности. Яны мают пылные домовы с промыми пастушчиками. У таких выпадках скидки на товар закладаются еще на стады вытворчасти и не залежать от гандлевой наценки. В любом выпадку – опошнее слово за споживцом. Сокрет выгодных покупок на сам речь простый и зрозумелый кожному. Если я покупаю вещь, то я обойду несколько торговых точек, подберу себе какие-то выгодные предложения и после уже приобрету то, что мне больше по карману.